МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Произведения нашей коллеги, заслуженного журналиста Карачаева Черкесии Салима Коркмазовой, вошли в антологию народов России. Какое значение это имеет для творческого человека? Какова основная тема произведений? Каких авторов она редактирует? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии Салима ответит моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Салима. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время, пришла сегодня к нам в гости. Конечно, я сразу хочу поздравить тебя с тем, что твои произведения вошли в антологию народов Российской Федерации. Спасибо. Ты у нас не просто журналист, ты у нас теперь писатель. Вот скажи, пожалуйста, какое значение для тебя вот это все имеет? Ну, честно говоря, Бела, спасибо за поздравления. Честно говоря, любое достижение, любой успех для меня – это очередная ступенька, наверное, для последующей работы. Приятно, конечно, очень приятно, что редколлегия оценила мое творчество и решила включить мои произведения в эту антологию. Это очень ценный проект, но это очень обязывает, сильно обязывает писать лучше, больше. Салима, а что касается твоих произведений, хотелось бы узнать, о чем ты вообще пишешь? Основная тематика. Основная тематика. Я бы очень хотела, чтобы и в эту антологию тоже вошли те материалы. Я люблю писать очерки про достойных людей нашего народа. Ну, это как бы и наша профессия в то же время. Очерковый жанр люблю. Да, да. Очерковый жанр люблю. Ну, помимо антологии, где твои произведения печатались? Ну, произведения, если не считать местных изданий, это был и есть журнал «Дош», московское издание. Я с ними сотрудничала, но в связи с тем, что не успевала, я перестала. Там у меня публиковались материалы, у меня были публикации в научном журнале в Польше, ну и местные издания в основном. Салима, я всегда у своих гостей, ну, сказать, мэтров спрашиваю, что вы пожелаете молодому поколению для достижения творческих успехов? Ну, для достижения творческих успехов ничего нельзя делать специально. Надо просто делать свою работу добросовестно. И успех сам придет к тебе. И причем успех для меня – это не регалии. Успех – это признание народа, своего народа. И вот я желаю своим молодым коллегам, тем, у которых призвание творить, призвание творить, народного признания. Ну что же, я еще раз поздравляю тебя с тем, что твои произведения вышли в новой обработке. И, конечно, творческих успехов. Спасибо. Спасибо. На этом «Утренний блок вестей» завершен. Следующий информационный выпуск в 11.25 с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Минус 30% на все. Торговый центр «Панорама. Первый этаж». С 21 сентября в Кисловодске. Столетие у российского цирка. Московское цирковое шоу. Медведи на пульволах. Только 8 представлений. Телефон 2-96-58. Минус 30% на все. «Поятские меха». Торговый центр «Панорама. Первый этаж». Торговый центр «Панорама». 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 Редактор субтитров А.Семкин